Привет, друг! С тобой Эван. Жизнь Рэйч МП и всего комьюнити разделилась на до и после. До 16 мая 2023 года и после. Ведь то, что приняли Rockstar, не оставило разработчиков, серверов и игроков равнодушными. Тот день, когда много разработчиков сменят свое рабочее место со стула ПК и GTA 5 на стол, ангар и завод. Ладно, это шутки. Сегодня мы вместе с вами разберемся, что же случилось, на что это повлияет, как имбайти и будет ли будущее в GTA 5 на базе Рэйджа. Поэтому присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, а мы начинаем. В 2016 год вышли два больших мультиплеера на базе GTA 5 под названием Рэйдж МП и через несколько месяцев 5МП. В собственности Рэйдж стал намного популярнее, чем 5М, но об этом мы поговорим немножечко позже. И спустя 7 лет Рэйдж МП смог добавить очень много новых крутых фишек. На его базе были созданы такие гиганты, как GTA 5 РП, Majestic РП, RedMir РП, Arizona РП, Grand РП и конечно же наша смотр Рэйдж. Каждый проект развивался, хотел игру максимально приблизить к реальной жизни, но тут Rockstar внесли некоторую поправку. 19 ноября 2022 года вышла новая политика Rockstar Games, которая говорит, что нельзя использовать упоминания реальных брендов в игре. Это и модельки, интерфейсы, значки, музыку, тексты, фильмы и ролики из-за нарушения авторских прав. Также на сторонних серверах теперь запрещено создавать новую карту, как например на дом РП. Конечно же посмеялись из-за этого все и забили на это, как и с предыдущими заявами Rockstar. Но нет, сегодня ночью 16 мая 2023 года официальный разработчик Рэйдж МП опубликовал статью, где еще раз подтвердил важность статьи Rockstar и поставил условия перед серверами, ну и конечно наказание за невыполнение условий. Первое условие это то, что все сервера должны удалить все существующие бренды со своих пользовательских интерфейсов, веб-сайтов, социальных сетей в течение недели после публикации этой статьи. Второе условие это то, что внутриигровые активы по типу моделей домов должны быть переработаны в соответствии с политикой, могут столкнуться с тем, что против них будут приняты меры в виде удаления или полной блокировки проекта. Также они поблагодарили игроков и сообщества серверов, которые сотрудничали с ними за проведенное время и доверие платформе Рэйдж МП. Да, вот это конечно новости. Сейчас именно тот момент, то время, когда маленькие сервера, которые только открылись, или бонусные сервера, или сервера, которые живут только на модах, как смотрю Рэйдж, просто умрут. Они умрут без никаких попыток на выживание. Да и большие сервера по типу GTA 5 RP, Majestic и так далее потерпят потерю большого количества онлайна, а про заработок я вообще молчу. По сути, без всех брендов и моделек сервера станут похожи на сервера GTA Online, просто на них будет больше онлайн, но и РП составляющая. А, и также уникальные фишки, которые работают на взаимодействии между персонажами. Ну да, на РП серверах модельки авто из реальной жизни не играет основную роль, потому что там тоже есть автоцелоны со стандартными автомобилями из GTA 5, на которых много кто ездит. Ну а что со серверами, которые только основаны на автомобилях из реальной жизни? Что будет с серверами по типу смотрю Рэйдж? Их основной функционал заключался в тачках и реальной жизни, которые можно было затюнить внешне, поставить шип и кататься. Ну и конечно, стильно одеться в одежду из реальной жизни. А сейчас что? Основная суть игры на сервере пропала, одежды не будет, модельки. Модельки уберут и получится GTA Online с тюнингом. Тогда зачем здесь играть, сложно развиваться и донатить, если можно зайти просто в обычную GTA 5 и делать все тоже. Да, и самое главное это заработок проектов. Почти все проекты потерпят денежный крах, ведь основные деньги, которые они зарабатывали на том, что добавляли в игру эксклюзивные кейсы с автомобилями из реальной жизни, или просто прямо в автосалон автомобилей из реальной жизни продавали за донат. Боевые пропуска с уникальной одеждой из реалайфа, которые сейчас тоже заберут. Что с этим делать? А ничего, их просто уберут. И разработчикам придется что? Правильно, все переделывать. Или брать обычные автомобили с GTA 5 и сунуть их в эксклюзивные кейсы и забирать с автосалонов. Но после этого их сразу захейтят и заработок максимально охудится. И на вопрос, неужели Rockstar, которые выпускали легендарные игры, которые вы играете с детства, оказались такими ху**цами? Нет, ребят, поймите правильно, Rockstar выпустили GTA 5 и доили с нее деньги, а сейчас разрабатывают достойную замену в виде GTA 6. Но клейш, который их укусил под названием Rage MP, может высосать их всю кровь, то есть деньги. Объясняю. Нужно поставить хронологию, чтобы вы поняли. Конечный пользователь это вы. Вы донатите на сервер, чтобы получить что-то из реальной жизни, будь то автомобиль, одежда и так далее. Далее эти деньги идут серверу на то, чтобы он заплатил за хостинг, за работу разработчикам и конечно же некоторый процент, не помню сколько там процентов, около 30 что ли, идет разработчику Rage за то, что сервер стоит на их платформе. И все, деньги Rockstar с Rage MP или 5M не получает, а игра то та самая. Дальше лицо какого-то популярного бренда увидело, что смотрите в GTA 5 наш автомобиль или наша одежда, но мы с ними не договаривались. И подают на Rockstar в суд за то, что без договоров, без контрактов они используют их собственность. И что Rockstar? Они ничего не смогут сделать и конечно же проиграет суд. А если они проиграют суд, то они заплатят большие деньги за штраф. Если одна компания увидит, что так можно снять денег с Rockstar, то следующее тоже так сделает и подаст на нее в суд. И спустя некоторое время Rockstar могут вообще обанкротиться. Если с одеждой это еще ладно, то с автомобилями это полнейший пипец. Никакая компания не хочет, чтобы их автомобиль разбивали в какой-то игре, поэтому они ни в коем случае не пойдут на такие репутационные риски, даже в игре. Ладно, давайте уйдем от грустного и перейдем к моменту, как же можно обойти данную блокировку. Ее никак не обойти, но есть несколько способов. Первое это сменить мультиплеер на 5M. Многие предлагали такую идею, так как он стал достаточно оптимизированным, пользуется неплохим спросом за границей. Самый главный плюс его в том, что на нее можно играть даже с пиратской GTA 5. Но если все резко перейдут туда, то Rockstar также перекинет все эти правила на него и обязует сделать то, что и Rage. Второе это удалить модельки или сменить модельки. Удаление моделек ведет к автоматической смерти некоторых проектов. Сменить модельку это тоже звучит бредово. Зачем перерабатывать авто из жизни в два раза, если Rockstar уже ее переделали? Да, многие говорят, что мол забери значки и упоминание моделей с авто. Некоторые говорят, типа, добавьте авто или сделайте как CarX, без значков и максимально похожими. Да вы видели вообще их качество? Да, и как в реальной жизни, чтобы доказать принадлежность, хватит буквально 4 элемента, чтобы доказать, что перед вами два одинаковых объекта. Например, автомобиль. Много кто скажет, да блин, заберите значки и упоминание бренда и все, жизнь малина, жизнь клубника. Но вы реально думаете, что это поможет? Почему тогда разработчики GTA 5 не забрали значки и добавили норм машины в GTA 5? Каждый разработчик может с легкостью доказать, что это именно его машина по 4 элементам. Например, общая концепция дизайна автомобиля, пары фонари, бампера, салоны, отличительные фишки авто, как цельная решетка или ноздри, или спойлер и так далее. А что с одеждой? Тоже убрать значки надо, не вариант. А если одежда состоит тотально из значков, типа как Луи Виттон или Куча, что тогда? Правильно или менять значки и сделать максимально похожую, или вообще удалять проект? Вот так, пацаны, иногда бывает в жизни, что вроде все хорошо, а тут в один момент наступает полный пипец. А я надеюсь, тебе этот ролик был интересен и полезен. Обязательно поддержу его лайком и напиши в комментариях, как ты думаешь, какое будет будущее в серверах GTA 5 на базе Rage? Будет интересно почитать ваши предложения. Не забывай подписываться на канал, ведь спустя время мы будем смотреть на это все, как сервера смогут приспособиться к новым условиям, какие они лазейки найдут и как это будет вообще выглядеть. Колокольчик, чтобы не пропустить все эти ролики и смотреть их, конечно же, первым. Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok